Друзья, всем привет! Очередная посылка у нас Сейчас мы ее вскроем и узнаем, что у нас там нахрен Вот такой термометр бесконтактный Называется он пирометр В комплекте даже пара батареек есть Собственно сам термометр, пирометр И инструкция Инструкция на английском языке Вот такой вот пирометр То есть направляем, нажимаем кнопку и он на расстоянии меряет температуру Так, батарейки у нас вставляются вот здесь Две штучки вот эти Ну здесь еще кнопки управления, будем сейчас разбираться, что к чему и как тут работает Итак, друзья, рассмотрим строение устройства пирометра Спереди находится у него лазер А также сам инфракрасный датчик, который считывает показания температуры На рукоятке находится кнопка для включения пирометра Также в рукоятке у нас отсек для батареек Две батарейки стандарта 3А Мини пальчики На задней стороне у нас находится экран И три вот таких кнопки Эта кнопка у нас включает лазер Включает-выключает Эта кнопка включает-выключает подсветку экрана Средняя кнопка у нас используется для переключения между показаниями температуры по системе Цельсия и по системе Фаренгейта Для активации пирометра, для его включения Нам достаточно нажать вот эту кнопку, кнопку включения, так называемый курок Для того, чтобы измерить температуру какой-то поверхности Мы туда направляем и включаем Лазер у нас указывает в то место, с которого мы хотим снять показания температуры На данный момент температура стола 22,9 градусов Так, вот эта кнопка у нас управления лазером Здесь на экране вот иконка лазера При нажатии она пропадает и считывание температуры происходит без указки лазера Эта кнопка с фонариком, вот нарисована эта подсветка нашего экрана Если вы меряете в темноте, можно ее включить и измерять Также на экране показывается максимальная температура, которая была зафиксирована в данный период нажатия этой кнопки И текущая температура, которая на данный момент есть С этой кнопкой можно мерить температуру не просто нажав один раз А если мы зафиксируем, на ней палец будем держать и перемещать по поверхностям Мы можем считывать разные показания То есть или при отдалении приближений температура тоже будет меняться Так как эти показания будут зависеть от фокуса самого датчика инфракрасного Здесь у нас сбоку даже рисунок, приведем такая схема С расстояния 300 миллиметров, 30 сантиметров Диаметр круга, диаметр этого луча инфракрасного будет составлять 38 миллиметров 3,8 сантиметра Следующий показатель у нас 900 миллиметров Это 90 сантиметров С расстоянием 90 сантиметров луч у нас будет в диаметре 75 Миллиметров, то есть 7,5 сантиметров При расстоянии в полтора метра диаметр круга будет составлять уже 132 миллиметра И получается, что все предметы, все поверхности, которые попадают под радиус измерений Под радиус луча, их температуры будут все зафиксированы И среднее значение, средняя температура нам будет показываться на экране То есть если у вас при большом расстоянии попадает много предметов под измерение У одного предмета температура 100 градусов, а у другого 50 Будет температура в районе 75 градусов В инструкции предусмотрена таблица с различными видами материалов А также их показатели, какой нужно выставить в самом пирометре Если вы меряете, например, воду Вот, вода у нас последняя, water Вам нужно выставить коэффициент 0,93 Если меряете дерево, вот, wood Вам нужно показатель поставить 0,94 Если меряете лед, то 0,98 Ну и так далее Меняются эти показатели в пирометре следующим образом Мы его активируем Зажимаем среднюю кнопку У нас начал мигать внизу вот эта строчка Сейчас, на данный момент, у нас стоит 0,70 Так как я мерил металл, железо Левая, правая кнопка у нас работает на уменьшение показателя этого Левая кнопка у нас на увеличение показателя То есть, если вам нужно выбрать лед Мы выбираем 0,98 показатель Выбрали показатель 0,98 Жмем среднюю кнопку Все, можем смело идти мерить лед Вот такая чудо-мазинка у нас Лед наросший, налипший Как обычно в советских холодильниках бывает Вот мы выставили датчик на лед У нас выставлен лед По показателям минус 4, минус 5 А если мерить другие какие-то поверхности То показания, как мы видим, разнятся Зажимаем еще раз Если вам нужно померить, например, воду У нее показатель 0,93 Мы уменьшаем до 0,93 И смело можем мерить температуру воды Также эта кнопка работает на переключении между системами Цельсия и Фаренгейта Здесь вот значок у нас C Знак Цельсия При нажатии Получается у нас здесь высвечивается буква F По Фаренгейту Заявленная погрешность у этого пирометра То, что нам заявляет производитель в инструкции То, что написано При повышенных плюсовых температурах Погрешность составляет плюс-минус 1,5 градуса При пониженных температурах Ниже 0, которые минусовые Погрешность будет составлять плюс-минус 3 градуса То есть, ну, такая вот будет неточность Работает данный пирометр Данная модель В диапазоне от минус 50 до плюс 600 градусов Вот у нас есть электроплита И сейчас мы испытаем на ней наш пирометр Вот пирометр Выставляем на нем показатель 0,70 Для железа Продолжение следует... 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 Продолжение следует...